здравствуйте у микрофона михаил шклазаров 138 выпуск на канале шах и мат я не собирался не планировал записывать этот выпуск но увидел какой скандал громыхнул социальных сетях и вообще на пространстве интернета на портале the village вышел материал со следующим заголовком зоя самый красивый музей московской области место казни космодемианской идеальный фон для фэшн съемки я когда прочел этот заголовок я подумал что это глумление это очень и очень неудачная шутка это какой-то развод нет это правда как сейчас принято называть эти материалы лонгриды до лонгриды пройдемся по лонгридом огромный белый лаконичный корпус современного музея стоит посреди полувековых изб еще недавно в них не было газа газ деревне петрищева провели только в 2020 году сделали нормальные дороги и роскошный парк деревне просто повезло инфраструктуры наверняка и дальше бы не было если бы власти не выбрали это место для строительства образцового патриотического музея а выбор места был предопределен почти 80 лет назад в 1941 году в петрищеве повесили юную партизанку зою космодемьянска ну я намек вы поняли да то есть троллят они если бы не повесили зою космодемьянскую то не было бы ни газа не роскошного парка не прекрасного музея белого цвета авторы статьи кстати юлия рузманова илья поляков идем дальше ее подвиг подвиг розы зои космодемьянской стал источником вдохновения для советского человека в борьбе с фашизмом и вот спустя много лет это помогло деревенским жителям улучшить свои жилищные условия вы юлия и илья дебилы или вы правда вот троллите и притворяетесь или вы действительно дебилы то есть вы пишете что казнь зои космодемьянской я цитирую еще раз это помогла деревенским жителям улучшить свои жилищные условия кроме того я цитирую дальше у них появилось идеальное общественное пространство для прогулок семьей и создания качественных фотографий для инстаграма вот я помню как нас повезли мальчишками в музей концентрационного лагеря саласпилс саласпилс я помню как мы оглушенными уходили с территории лагеря никто не мог говорить кто-то плакал кто-то рыдал я сегодня вспомнил об этом и подумал интересно вот если бы у нас были мобильные телефоны сняли стали бы мы снимать на них что-либо я не думаю я не думаю потому что когда человек находится в таком состоянии состоянии придавленности опустошения трагедии тех времен которая пронзила тебя через года этот человек не станет тянуться за мобильным телефоном или фотоаппаратом а вот эти вот юлия рузманова илья поляков авторы статьи их жизнь только в инстаграме скорее всего в каворкинга да но идем дальше ощущение от музейного комплекса я цитирую исключительно такое никакого трагизма но надежда какая надежда не было трагизма в пытках издевательствах не было трагизма в повешении а была надежда надежда растаяла зои космодемянскую казнили а до вас это еще не дошло до сих пор хотя дошло вам просто все равно идем дальше в том числе на надежда на что в том числе на то что патриотический музей может быть действительно модным а чиновники будут чаще привлекать к работе молодых и независимых я не понимаю как патриотический музей может быть модным он может быть интересным запоминающимся но никак не модным и тут же ценник зоя адрес русский район деревня петрищева цена на вход 300 рублей дешевтик небольшой но так снаружи называется глава кажется зои идеальный нейминг для современного пространства он попадает сразу во все тренды лаконичный как имя эмма или энтузиаст ретроманский как салют или заря и концептуальный зоя имя реальной девушки и в то же время лишенные фамилии она как бы присвоена целому поколению людей чья молодость выпала на около военные годы я второй раз прошу вы действительно дебилы или все-таки указание дано было сверху ведь зоя без фамилии это уже не зоя космодемьянская это миллионы зои сотни тысяч зои вы же специально лишили героиню фамилии вы стира специально стираете историческую память хотя президент россии владимир владимирович путин постоянно говорит о том что это преступно но вы это делаете на государственные деньги да по территории высажены вишневые деревья это место чистый пример общественного пространства где хочется гулять пить кофе и кататься на роликах как возле музея гараж парке горького например в общем радоваться жизни осознавая ценность этой возможности я третий раз спрашиваю вы дебилы на роликах по месту казни пить кофе на месте казни и кататься на роликах в наушниках с колонкой архитекторы объясняют что такого эффекта они добивались осознанно нас критиковали за выбранный стиль говорили что подобная архитектура не лицеватор не олицетворяет трагические военные события но мы считаем иначе здание не должно олицетворять их на наш гад музей и зои архитектура не должна привносить дополнительные смыслы к ее истории рассказывает автор концепции архитектора андрей адамович полюбуйтесь на этого блять молодого архитектора андрея адамовича музей спроектировала бюро а 2м андрея адамовича и даны мотковской из тех проектов что уже ими реализованы зоя стала визитной карточкой сейчас кроме неё по служном списке бюро спортивной церкви центр хартман а хардман то есть люксембурге книжный магазин в еврейском музее в москве а может вы бы строили блять дальше спортивные центры умники а но нет потому как сверху назначили тот факт что областная мэрия отдала проект молодым и независим уже само само по себе интересно по словам адамовича сотрудничать с чиновниками было нетрудно конечно мы знаем как это с ними сотрудничать архитекторам предоставили почти полную свободу действий в том числе пускали следить за строительными работами мы сразу поняли что здание не должно быть объемом из стекла и бетона чтобы музей не воспринимался как некоторые на л.о. на фоне окружающей застройки застройщик дал дан цифры по необходимой площади количество посетителей все остальное мы придумали сами да вы нихуя не придумали таких коробок стоит по европе тысячи тысячи таких коробок бездарных однотипных похожих на супермаркет да в них супермаркеты открывают зоя появилась благодаря министру культуры московской области или не харламовый и конечно владимиру мединскому тому самому что вешал доску память и маннергейми сотрудники музея отзываются о харламовую как о главном идеологе проекта называют человеком с безупречным вкусом ну естественно не бараки же строить обугленные на этом месте идем дальше проектирование зои обошлось 23 миллиона 300 тысяч рублей а строительство в пятьсот восемь миллион то есть полмиллиарда андрей адамович считает что это относительно дешево он говорит возможно нам удалось сделать настолько качественное здание что всем кажется что это очень дорого но в целом музей зои достаточно бюджетный объект первоначально мы хотели делать остекление по дорогим технологиям но от него пришлось отказаться по финансовым причинам внутри экспозиция располагается в шести залах и так далее нарратив о войне оканчивается огромным стендом где перечисляются имена всех героев и тогда идем дальше чтобы превратить историю увлекательный рассказ здесь использовались мультимедийные технологии элементы иммерсивности объясните мне что такое элементы иммерсивности там есть кафе да вот смотри гуляя между залами посетителю стоит останавливаться перед окнами они выходят на места где происходили трагические события в жизни зои это одна из наших ключевых задумок рассказывает андрей адамович между залами посетители могут посмотреть панорамные окна и увидеть дом где ее пытали место казни кроме того в этих пространствах человек может отдохнуть от навалившийся на него информации и попытаться ее осмыслить я еще раз повторяю чтобы отдохнуть от этой информации как вы говорите нужно не сидеть в кафе а уйти в себя на время и переосмыслить увиденное понимаете чтобы отдохнуть а не жрать смузи блять в кафе пройдя экспозиционную часть музея зайдите в кафе оно соответствует уровню музея это не буфет с обветренными бутербродами надо было написать патриотическими а светлое пространство с окнами в пол стильными люстрами и лаконичной мебелью в меню помимо латте и фитнес батончиков есть комплексный обед якобы из военно-полевой кухни сороковых морковный чай и кулеш по сути наварисный мясной суп слишком вкусный чтобы поверить что он соответствует тому что ели на фронте блять я вообще я поражаюсь я честно говоря вот я читаю и задаю себе вопрос а где я нахожусь в россии или в стране которой россия противно и омерзительно вот у меня такое ощущение что это второй вариант но идем дальше музей открылся в мае в разгар пандемии из-за чего его успело посетить совсем немного людей по словам работников около пятидесяти человек в будни и двести выходные музей берет на себя функцию ни много ни мало вдохновлять детей становиться разведчиками в старом здании откроется разведшкола для детей но это не самое интересное самое интересное дальше самое интересное дальше самое интересное дальше вот оно самое интересное образ Зои в музее рассказ о Космодемьянской начинается с истории о том в какой стране она и ее поколения росли СССР тридцатых показан как государство без недостатков строятся заводы и электростанции люди массово получают образование развивается искусство и ни единого стенда о репрессиях спасибо блять уважили креативщики хуевы впрочем о них немного упоминает экскурсовод ну как же без репрессий а? чтоб параллель провести фашисты вешали Зою а коммунисты вешали других также в музее воспроизводится несколько устрашающих внимания или наоборот вдохновляющих мифов о том что Гитлер хотел стереть Москву с лица земли и от 28 панфиловцев блять вот теперь вы понимаете что это Россия того самого светлого будущего что Ельцин центр и музей Солженицына они сработали вы это понимаете? оказывается Гитлер не хотел стирать Москву с лица земли а 28 панфиловцев это был миф летопись Зои не заканчивается ее смертью дальше попиствование продолжается история ее матери и так далее у каждой девушки после даты и места казни прописана дословная цитата того что якобы произносилось перед гибелью якобы произносилось ключевое слово у них экскурсовод почти не останавливается однако два этих стенда порождают кучу вопросов вот же еще две девушки почти такого же возраста как Зои погибли тогда такой же героической смертью и даже с похожей речью перед гибелью интересно что у каждой девушки после даты и места казни прописана дословная цитата того что якобы произносилось перед гибелью это всегда слоганы в духе за Родину слоганы у вас у долбоебов понимаете? которые не дай бог сейчас начнется война разбегутся по бомбоубежищам со смузи блять и роликами и будут там сидеть почему Зоя стала символом и ей отведены все залы почему это не произошло с ними? идем дальше выходит мифологизация подвиг госмодианской лишила остальных значимого статуса понимаете то есть ну сделали как бы музей посвященный мифу приходите хавайте а теперь внимание олег морозов старший преподаватель школы исторических наук факультета гуманитарных наук высшей школы экономики спокойно говорить о Зое космодианской сегодня очень сложно историческая политика кремля рьяно защищает любые советские символы связанные с героизмом патриотизмом и прочими добродетелями военного времени иначе учредительный миф пошатнется это комментарий к статье политика кремля вы жена деньги кремля этот музей строили нет попилили наверное а вот если финансовую проверку провести очень бы хотелось идем дальше Морозов продолжает всякое разумное сомнение или научная критика затрагивающий Сталина советское командование красную армию или СССР в целом расцениваются как оправдание фашизма и предательства логики здесь нет никакой но в исторической политике ее и не бывает то есть это не музей Зои Космодемьянской по мнению Олега Морозова это отрыжка тоталитарного режима это фальш и ложь идем дальше градус напряжения хорошо отражает скандал разразившийся после публикации Андрея Бельжо в 2016 году сама версия знаете о чем я писал на эту тему моя статья называлась Шарли Бельжо найдите ее на лайфе он писал о том что Бельжо этот подонок о том что Зоя Космодемьянская была шизофреничкой но документов подтверждающих это в архивах не нашлось они пропали кстати Бельжо в этом году подал заявку в Минкульт на грант для съемок фильма естественно не про Зою Космодемьянскую я уверен что Минкульт ему выделит эти деньги но то что он подал грант это уже о чем-то говорит 4 года назад он изничтожил память изничтожал вернее память о Зое Космодемьянской а потом пошел за деньгами в Минкульт и ему не дали отворот поворот идем дальше сама версия говорит Морозов о шизофрении Зои глупость исторические источники ее не подтверждают но важно другое реакция последовавшая со стороны одиозных публицистов один из них я политиков и блогеров угрозы брань призывы привлечь человека к уголовной ответственности за его мнение вряд ли в таких условиях посмертную славу Зои Космодемьянской ждут какие-то серьезные перемены вы представляете этот пиздец ребят ну вот честное слово я нет я не представляю музейный комплекс открытый в мае 2020 года вместо старого советского музея сможет только закрепить уже сложившееся в советское время образ партизанской мученицы да и то если команда музея будет активна далеко не все музеи памятные места созданные последние годы в нашей стране могут похвастаться большим успехом у посетителей это уже вопрос к властям вот на этом заканчивается лонгрид я могу сказать одно если такая политика будет продолжаться в отношении молодежи а ничто не говорит о ее изменении то мы вырастим не просто потерянное поколение не просто поколение дебилов а поколение дебилов вредителей понимаете вот такая вот история я вам скажу одну вещь когда многие из нас кричат о том что патриотизму у нас нужно кое-кому поучиться они должны понимать что появление вот таких музеев и то как их преподносят опровергают все ваши заявления и домыслы допустим моей ноги в этом музее никогда в жизни не будет а ребенку своему я о подвиге Зои Космодемьянской обязательно расскажу так чтобы он запомнил уделю этому внимание а вам спасибо что слушали конечно ну просто нет слов просто нет слов до встречи от нижних каждого